Спасибо. Спасибо. Понял. Спасибо за обратную связь. Я рад вас еще раз слышать и видеть. Видите, я вас не вижу, вы меня видите. Вот, по стечению обстоятельств я отсутствовал определенное время, но надеюсь, что оно протекло недаром. Я немножко с вами поделюсь. Я был при Байкалье. Убедился еще больше в том, что без Скайвей мы не спасем планету. Это такой, как бы, с одной стороны это хорошая новость, с другой стороны это плохая новость. Потому что действительно потенциал у Скайвей просто безмерный. И это, с одной стороны, радует, с другой стороны, мы есть там, где мы есть. И поэтому надо работать, действовать дальше и как бы продвигаться. О чем бы хотелось сегодня поговорить и, может быть, даже ответить на ваши вопросы, потому что поступали по различным чатам вопросы, что-то происходило, идет мощная подготовка сейчас к головной компании. Все КБ, все готовятся к инотрансу, и мы понимаем, что это действительно знаковое событие. Об этом говорил как раз сегодня Виктор Бабурин, Анатолий Эдуардович, прямо и как бы косвенно об этом постоянно говорит. И в связи с этим, конечно, у нас возникает целый ряд вопросов. Вопросы связаны с чем? С чем мы придем туда? На различных вебинарах тут и Сергей Сибиряков, и Суходоев, и другие выступающие, которых почему-то принято называть спикерами. Я не знаю почему, но так называют. Они говорят в одной или другой степени о том, что происходит и как идут подготовки. Но нам бы остановились, не повторяя других, остановились бы на тех аспектах, которые очень важны, на мой взгляд, с позиции адресных проектов, с позиции нашего отношения к проекту SkyWay в целом, в том числе и в частности к проекту Экотехнопарка, который является ключевым сегодня. Потому что от него как бы зависит в очень большой мере благополучие всего процесса. И Берлинская инотранс-выставка всемирная, где SkyWay, я уверен, выступит абсолютно уверенно, потому что есть что показать. Над этим работает большой коллектив и конструкторов, и производителей, и людей, которые прямо и косвенно к этому причастны. И этот процесс идет. Поэтому я бы вернулся обратно к дому SkyWay, о котором уже говорили. Кто-то сегодня здесь присутствующих уже видел, кто-то не видел. Я просто хочу сказать следующее. Я бы сегодня отнесся к этому, к этой конструкции. Эта конструкция, она абсолютно является так называемой моделью. Вот. Я повторю буквально просто быстро, что транспортного поколения, это дома нет, если в комнате только транспортного поколения. Начинает уже дело развиваться в дом или в строении, или в систему, назовем это так. Когда происходит внедрение этого новой технологии, новых разработок, и осуществляется производство. А это осуществляется через адресные проекты. Экотехнопарк является одним из основных на сегодняшний день адресных проектов под разбивкой на много маленьких адресных проектов, или так называемых составляющих адресных проектов. Производство мотор-колесов – адресный проект. Производство корпусов, юнибусов, юнибайков – адресный проект. Строительство какой-то одной из трасс – адресный проект. Строительство даже той же самой, скажем, электроподстанции – тоже адресный проект. То есть это все адресные проекты. Каждый, любой из движений можно рассматривать как адресный проект, он требует свое решение, своих определенных, у него есть свой жизненный цикл и так далее. Поэтому сертификация элементов экотехнопарка. В экотехнопарке сертификация элементов транспортной системы. Дальше. Пакеты инвестиций, объекты инвестиций. Тогда у нас закрывается цикл и идет как бы база функционирования самого дома, у которого крыша является, в хорошем смысле этого слова, является идея и сама технология, которую Анатолий Эдуардович и его соратники. Разрабатывали и разрабатывают уже почти 40 лет, если не 40 лет полностью. Таким образом, но дом стоит на фундаменте. И вот смотрите, дорогие друзья, каждый из нас, я, ты, он, она, вы, вполне можем построить свою долю или, скажем, свою комнату в доме Скайвей, но фундамент у нас все равно будет общий. И давайте поговорим о фундаменте сегодня. Сотрудничество, кооперации, взаимоотношения. Берем те темы, о которых мы говорили в самом начале наших вебинаров когда-то, еще в начале прошлого года, где мы очень активно как бы стали обсуждать тему, что вот адресный проект, есть проект там в одном городе, должен быть проект в другом городе, как к нему подойти, с чего начинать и так далее. Это все элементы, дорогие друзья, сотрудничество, кооперации, взаимоотношения. Мы это выстроили, кто это выстроил, у тех уже дела немножко идут дальше. Я вам могу сказать сегодня, что я не сильно совру, я извиняюсь за такое сравнение, то есть я не слукавлю, если я вам скажу, что уже больше десятка адресных проектов находятся в различных стадиях. Понимаете? Хотя финансирование каждый ищет сам. Финансовая поддержка, солидарность. Видите, это сразу следующий слой. Если нет сотрудничества, если я не готов, я сам не подготовился, если я не веду кооперацию ни с кем, а считаю, что я сам являюсь пупом этого проекта, который я, не дай бог, кому-то не боюсь передать, то ничего не получится. Из фундамента выпадает целый срез. Финансовая поддержка, солидарность. Абсолютно необходимый элемент. Экология. Да, экология взаимоотношений. Это тоже экология. Мы даже порой не подразумеваем или даже не подозреваем, насколько засоряет мир не материальная, а эмоциональная энергия, которую мы питаем мир в разных ситуациях. Это тоже экология. Как я к этому отношусь? Как я отношусь к проекту? Мы неоднократно с вами говорили, друзья, что одно дело я пришел и говорю, слушайте, вот нам надо такой проект, у нас такая идея и так далее. Совсем другое отношение, когда мы приходим и говорим, что давайте подумаем, есть абсолютно, скажем, инновативная или инновационная технология разработана. Да, она находится конкретно вот на такой стадии своего развития, сертификации, подготовки там, идет пилотный проект в Австралии и так далее. И давайте будем смотреть, как с этим дальше идти. Но это возможно лишь только в том случае, если мы обучаемся. Я вас поздравляю, все вы, кто сегодня пришли сюда, в том числе и я, конечно, чтобы сегодня подготовиться. Я обучаюсь. Я посмотрел материалы, прошелся по различным источникам информационным, посмотрел, что я могу вам сказать такого, что для вас будет очень важно. И для меня в первую очередь. И тем самым я сам обучаюсь. И теперь стоит вопрос, с чем ты, он или она, или вы пришли на этот вебинар? На любой другой вебинар, не обязательно на этот. Пришли ли вы просто посмотреть, послушать, какую я что еще новенького услышу? Или вы пришли и сделаете пометки соответствующие? Как я к себе примерю? Как мне с этим делом, к этому делу подходить? И поверьте мне, я вас не учу, я делюсь с вами опытом. Теперь, социальная стабильность. Одно дело, я прихожу, слушаю вебинары, купил 50, или, пардон, извиняюсь, не купил, может быть, раньше купил ОИД где-то там. Сейчас приобрел инвестиционный пакет, стал владельцем, инвестировал, стал владельцем инвестиционного пакета, акций. Стал акционером в конечном итоге на 50 тысяч, на 100 тысяч. Да, я пробил какую-то солидарность и сижу, жду, когда сработает, я поеду в золотом трамвае дальше. Совсем другое дело, если я подхожу с позиции активности или так называемой проактивности к этому делу и начинаю участвовать в этом процессе. Я строю, как мы говорили, свою стратегию, свою тактику выстраиваю инвестицию, инвестирование. Это шикарная возможность. Анатолий Эдуардович в начале, походу, не устает повторять, что, дорогие друзья, это программа, это возможность, это проект солидарности. Как разработчиков, как самого автора этого проекта, так и любого из нас, которому дана возможность. Да, есть определенные риски, мне надо это скрывать. Но, извините меня, с каждым днем сравните те, кто уже в проекте с 2014 года, где мы были в 2014 году и где мы сейчас. Все вместе. И это тоже наш вклад. Это есть наша солидарность для того, чтобы социальная стабильность укрепилась. И идея на духовную готовность и зрелость. Это, в общем, сам базис, без которого тоже ничего не происходит. И тут мы прямо и говорим, что в первую очередь человек – это я, человек – это мои партнеры, это те люди, к которым я прихожу. То есть без людей это не происходит. Далее, организованность должна быть. Какая-то организация. Ни один адресный проект не пойдет без организации, без тех взаимоотношений, о которых мы уже с вами говорили. Должно быть, по всей вероятности, желательно, чтобы была юридическая структура, по крайней мере, хотя бы было бы какое-то соглашение. Но чтобы соглашение выросло и произошло, нужно для этого потрудиться. Поэтому нужна информация, нужны какие-то определенные средства, то есть деньги. А лучше всего, если есть команда. И вот я сейчас, пройдясь по всей этой схеме, рекомендую вам воспользоваться ею и просто, скажем так, не помедитировать, а поработать и подумать, что ты, конкретный человек, при всем моем уважении к тебе или к вам, увидишь, мог бы внести в этот дом, где твоя роль, где ты себя здесь видишь, как ты строишь свой дом. Построй по этой аналогии, по аналогии свой дом, скайвей, как ты себя в скайве видишь. И этим самым каждый из нас привнесет в проект положительную энергию. Мы начнем выстраивать экологию. С одной стороны, технологии обеспечивать экологию в общем природы, так называемую материальную, внешнюю, а мы начинаем энергетическую, квантовую экологию обеспечивать, относясь таким образом к проекту. Я надеюсь, что эта информация, очень такая эксперт информация или экспресс информация, правильно сказать так, вам поможет в дальнейшем быть успешными, благополучными в этом проекте. Я в этом уверен. Поэтому давайте пойдем дальше. Смотрите, значит, я не буду повторять здесь долго опять схемы, как инвестор становится акционером. Инвестор через инвестиции, 100 долларов, пример простой, через скайвей, капитал, площадку, отправляет, которая беспокоится о том, чтобы эти площадки, чтобы, во-первых, обслужить всю систему инвесторов, другое, отправить эти средства по назначению в Экотехнопарк. Но я, как инвестор, получаю гарантии, залог и гарантии компании-поручителя, Министерской корпорейши, и залог получаю в акции Евразия НРЭСКОВЕЙ СИСТЕМС ХОЛДИНГ. Это как бы второй такой основной элемент. Акции являются залогом. И, пардон, я сразу принимаю решение и говорю, что я готов сразу взять залог, не ждать какое-то время и стать акционером. Таким образом, я проявляю свое желание, превращаю залог в акции в 10 тысяч долларов. Это в том случае, если существует у нас дисконт 1 к 100. Здесь более такая другая, кому-то одна схема практически то же самое, что я вам рассказал. И я становлюсь инвестором, инвестирую 10 тысяч долларов. Моя инвестиция 10 тысяч долларов. Понятно. Хотя кто-то скажет, ну нет, пардон, я же инвестировал 100 долларов. Нет. По такой схеме проинвестировал, я становлюсь акционером, и моя инвестиция оценивается в 10 тысяч долларов. А пакет акций от одного, от первых, от единицы до 10 тысячной акций. То есть 10 тысяч акций становится в реестре, отмечается, что это является Иванов Иван Иванович или Маслов Владимир Маркович, акционером вот этого пакета. Но чьи это акции и что это за акции? Давайте еще. Мне зачастую, я просто иногда удивляюсь, но не надо бояться спрашивать. Глупым выглядит тот, кто не знает, а не тот, кто спрашивает. Понимаете? Тот, кто спрашивает, он это делает для того, чтобы уточнить. То, что он может быть недопонял, недослышал, где-то, ну скажем, пролетело мимо его ушей. Мы имеем дело с акционерным капиталом Global Transport Investment в 400 миллиардов долларов. Это так называемая интеллектуальная собственность. Я специально не говорю тут до последней цифры. Условно говоря, чуть больше 400 миллиардов долларов стоимость, оцененная в определенном порядке. Эта стоимость, она проявляется в акциях класса или А, типа А это простые акции 70%, да, и 30% это B акции, привилегированные акции. Что сделала Global Transport Investment? Оно создало Евразийный Релсковый Систем Холдинг, направив 15% этих привилегированных акций в акционерный капитал. Она вложила не деньги, а вложила акции, которые она выпустила под интеллектуальную собственность и вложила их сюда. Причем это абсолютно надежные акции. Они гарантируют 20% прибыли от дохода, и после чего происходит распределение остальной прибыли в JTI. Отправил вот эти деньги, дальше делай что хочешь. Направляй на развитие, отдавай тут другим инвесторам. А кто тут другие инвесторы? Или другие, пардон, акционеры? Юницкий Корпорейшн или Юницкий Корп, Юникорп. Оно владеет полностью 70% акциями и определенной суммой 12, 13, 14%. Я условно поставлю здесь 12%. Скорее всего здесь даже 13,5% и 14% и все другие владеют или не владеют, а им отдано где-то 1%. Хотя в принципе эти акции тоже все из этого же самых. То есть практически Евразийн Рейлс Кавейс Систем Схолдинг является так называемым юридическим лицом или акционерным обществом, которое дает залог, или чьи акции направляются в залог, видите, да? Акции направляются в залог инвестору. И он становится акционером этого акционерного общества. Всего у Евразийн Рейлс Кавейс Систем С под акции, которые 15% от 400 миллиардов, это 60 миллиардов долларов. Имеет право выпустить. И оно выпустило свои акции в 60 миллиардов долларов. И пакетами каждый этап развития строительства эко-технопарка, они выставляются как бы для того, чтобы быть залоговыми и получать инвестиции под реальные затраты по строительству, по проектированию и так далее, и так далее. Мы потом там посмотрим. И это и есть проект эко-технопарка. У меня вчера в Тарту спросили, ну хорошо, вот посчитали 300 миллионов эко-технопарк, сколько сейчас уже затрачено? Я, значит, ушел от вопроса с одной стороны и сказал, вы знаете, что сейчас я вам могу сказать так, что уже от строительства сэкономлено, то есть когда делали проект, не предвидели это. Поэтому сэкономлено по входе, как бы перепроектировано, найдены новые решения, уже более 150 миллионов экономии. То есть строительство эко-технопарка будет дешевле, почти наполовину, больше, чем наполовину, можно сказать так. Таким образом, этот адресный проект будет очень удачным. И как говорят специалисты КБ, фактически после строительства и сдачи в эксплуатацию, его рыночная стоимость может быть методом сравнения, быть оценена миллиард, 200 миллиард, 300 миллионов долларов. Вы понимаете, уже в какой капитализации мы с вами сегодня участвуем. И это делается за счет тех средств, которые направляются через вот такое взаимоотношение, через акции, залоговые акции Евразия, Брелсковей, Системс Хогинга. Значит, и мы сможем таким образом с вами идти дальше. Смотрите, вопрос в общем, что когда мы в 2015 году начинался этот процесс, еще в эко-технопарке ничего не было. И тогда еще только представьте себе, какой мощный процесс идет сейчас. Это было больше года назад. То есть, это был август месяц 2000, не август месяц, это было, пардон, май месяц 2015 года. Дальше. Осень прошлого года мы уже имеем эко-фест, имеется конференция, где люди выступали, много людей, в Минске, и процесс идет. Значит, проект, он очень динамично развивается в штате Аделаида, Флаудерский университет, где строится 500-метровая пилотная трасса, от которой очень много зависит. Очень важно, как этот проект развивается в Австралии. Это важно будет знать и на трансе, и это будет важно знать при сертификации. Эти процессы все между собой очень четко взаимосвязаны. И от этого зависит то, как вообще пойдет этот процесс на рынок. Это все элементы, которые очень сильно влияют на то, насколько ценность и как быстро ценность акций будет зафиксирована, и когда мы пойдем на, скажем, так называемый вторичный рынок, или на реализацию акций, или будет возможна реализация акций, скажем так. Итак, я здесь привожу эту схему, я еще раз вам напомню, что смотрите, мы говорим о пилотном проекте, это адресный проект в Австралии. А какова же его юридическая структура сегодня? Элементарно, очень элементарно. Это то, о чем мы с вами говорили. Создается юридическое лицо, вот оно, юридическое лицо, фирма. По всей вероятности это акционерное общество, здесь я не вижу, я спрашивал, но там у них несколько другая. Фактически в нашем понимании это акционерное общество. Где учредители? Двое. Это Global Transport Investment, видите, очень плохо видно, но я, поверьте мне, здесь это так. Значит, Global Transport Investment. И дальше это университет. Два учредителя этого юридического лица, в котором Global Transport Investment, в свою очередь, является, в свою очередь, является, что-то не идет у меня отсюда, является и одним из звеньев, которые являются генеральным подрядчиком, акционером и подрядчиком. Это как раз та схема, о которой КБ и Анатолий Эдуардович Юницкий говорили. Во всех будущих адресных проектах будет участвовать Global Transport Investment. Что это значит? Это значит, друзья, мы возвращаемся обратно к схеме. Это значит, что весь доход, который сюда будет приходить, он, Global Transport Investment, работает и на наше благо. С одной стороны, мы работаем на благо общего проекта, проект через свои структуры, через свои юридические решения, организационно-экономические решения, работает на то, чтобы капитализировались те акции, или капитализация акций происходила более наполненно и значительно быстрее, чем это зачастую происходит. Вы можете задать вопрос, насколько, мне задавали этот вопрос, ну хорошо, ладно, но все ждут, когда начинается. Но, дорогие друзья, давайте не будем очень сильно в этом плане, ну как бы вам сказать, это типа того, что вот поставили мы коньяк, хотели бы выпить десятилетний коньяк, да, а хочется уже через год его пить. Да, есть фокусы, которыми можно так сделать, но он не будет десятилетним, понимаете. Каждый процесс должен пройти все стадии своего становления. Поэтому есть вариант, может быть, не совсем удачные сравнения в коньяке, скажем, не перескочить, но в проектах, которые касаются капитализации, есть целый ряд так называемых факторов, которые могут усилить процесс быстрой капитализации. Это можно сделать, кстати, и при производстве коньяка, зачастую это делается. Вот. Таким образом этот процесс идет. И это очень важно. Дальше. Я вам напомню опять очень хороший пример. Он дает, он, кстати, к счастью, только сейчас получает все больше и больше наполнения. Это трасса, может быть, уже кому-то даже и знакомая, из Таллина, вдоль побережья Балтийского моря, залива Таллинского, Рижского. Идет трасса, и она уходит туда через Шауляй, кому-то известный, кому-то нет, уходит в Берлин. До Берлина должна дойти. Предполагалось и предполагается, что она, в основном, трасса должна пройти 20 километров от Риги. Но рижане сказали, нет, такое невозможно, вы что, смеетесь, через Ригу, через сам город не пройдет эта трасса. Тогда была сделана разработка, она пока так не утверждена до конца, потому что она очень дорогая. И этот выезд в Ригу, а в Ригу приехали, надо тогда в аэропорт заехать, уже 9,5 километров. 20 километров здесь. Ну а как соединиться? Тогда надо уехать куда-то сюда, 30 километров еще сюда. 59 лишних километров. Что такое 59 лишних километров, я вам покажу на схеме. 20 километров, 9,5 километров. Но смотрите, если делать по технологии Skyway, то это и того обойдется только вот этот участочек до Риги и до аэропорта, от аэропорта в Ригу и обратно, и до воссоединения с трассой, а не через лишние 30 километров. Надо заехать. Заехали, заехали в узловую станцию, уехали дальше на Сапсане, так называемом, на быстром поезде, который ездит со скоростью 250 километров в час. Должен ездить, по крайней мере, по проекту. Вот. Всего 29 километров. Таким образом, это по расчетам, это пока такой расчет сравнительный только, 304 миллиона. Другая технология, то есть технология, по которой строится вот эта трасса скоростная. По ней 59 километров надо выстроить, правильно? Видите, 59. Здесь нету такого, что туда-сюда, она не может туда-сюда ездить. А в проекте 59 километров заложено. Мы отталкиваемся от этого, и поэтому здесь существует 59 километров. Умножаем. Здесь я умножил на 11 миллионов, потому что очень сложная трасса вот здесь, Далгова. Это один километр. Это практически городская трасса. Она немножко меньше может, наверное, по максимуму взял. А здесь взято по минимуму. И это 4 миллиарда 760 миллионов. 304 миллиона. И здесь на сколько больше, понимаете? Вот. Даже если этих 30 километров не будет, все равно это очень много. И поэтому сейчас очень серьезно на этот проект смотрят. И этим проектом мы тоже как бы занимаемся. Но с ним нельзя... Вспомните, что я вначале сказал. Проектом нельзя заниматься так, что ломится в двери. Было как раз... Этот проект был начат таким образом, что давайте посмотрим, что можно рационально сделать в вашем проекте, который вы по всей вероятности не отмените. И это факт. И таким образом отсюда шаг за шагом начало развиваться. Почему я так подробно на этом останавливаюсь второй раз? Потому чтобы вы поняли, насколько важно в подходе к каждому адресному проекту искать возможности решений. Потому что это... А, еще что здесь интересно. Хорошо, что я вспомнил. Вы понимаете, когда мы обсуждали сейчас с чиновниками, которые сопряжены с этим проектом, представитель очень высокого ранга, не буду называть, чтобы не было потом никаких инсинуаций где-то. Просто скажу, что очень высокий чиновник, от которого зависит то, что происходит в городе Рига, сказал, извините, а при чем тут вообще-то какая-то там Рейл Балтика? Будет она, не будет ее? Давайте смотреть. Нам нужно в городе 9,5 километров из центра города в аэропорт. И здесь есть целый ряд. Здесь есть целый ряд. А этот ряд, видите, здесь есть Сарникаунс. Есть такой, значит, еще есть разные моменты, которые надо решить через Далгову, переехать, попасть в аэропорт и так далее. Мы будем решать вот эту задачу. Давайте подумаем, что это значит. И Бог его знает, как вообще эти проекты будут развиваться. Таким образом, мы можем, как они говорят, мы можем вообще сделать локальный проект, а потом будет, не будет, будет, если будет, слава Богу. Но мы уже сделали что-то для того, чтобы этот проект состоялся в городе Рига. Поэтому будем держать здесь, как говорится, палец, как говорят эстонцы, и стараться, чтобы этот проект реализовался и дальше развивался. Теперь давайте посмотрим то, что для того, чтобы все развивалось лучше, происходило бы и дальше. До конца года, 2016-го, по бизнес-плану, структура затрат требует 105 миллионов долларов, чтобы завершить все те вопросы, которые нужны. А что это такое? Подвижный состав 22 миллиона, он может больше, он может быть меньше, но эти затраты нужны. Кто-то скажет, нет, давайте ровно 22. Меньше всегда можно. Это значит, но чтобы полностью реализовать процесс сертификации, нужна такая сумма. Оборудование, различное оборудование надо закупать, 19 миллионов. Здание, сооружение, 14,5 миллионов. Транспортные стаканы, завершение этих строительств. Мы по информационным каналам постоянно слышим, там закупили, там начали. Это идет уже, значит, сборка где-то там в Минске, на каком-то предприятии и так далее, и так далее. То есть процесс идет. Благоустройство территории тоже идет. Идет маркетинг постоянный. Что такое берлинская месса, всемирная выставка? Это маркетинговая. Туда надо поехать, туда надо везти, там надо выступить. Слава Богу, что часть площадки оплачивает сами организаторы этой выставки. Поэтому они не пошли навстречу, они предложили сами, что давайте более широкую экспозицию мы вам дадим, но выставьте полностью свою технологию, насколько это возможно, показать ее здесь на выставке. И как сегодня Бабурин там в ролике, кто слушал в начале, перед запуском нашего вебинара, я говорил, что эта экспозиция инновационного транспорта, она самая будет посещаемая. Потому что все смотрят, а что будет завтра, через год завтра, через два года завтра, через 20 лет завтра. И это все можно будет там увидеть. Поэтому этот процесс идет, и он очень сильно от нас зависит. Я не поленюсь вернуться обратно в саму начало и напомнить вам, как это связано с нашим домом Skyway. Это и есть, дорогие друзья, вот эти все процессы, эти все элементы. Поэтому не ленитесь, поработайте над этим, подумайте, какой вклад я конкретный, кто я есть там, здесь или где бы я ни был. И когда вы говорите, кстати, с людьми передавая информацию, абсолютно разные вещи, разный подход, когда я подхожу и говорю, слушай, давай-ка инвестируй, это такая технология хорошая, да? Ну человек думает, да, вроде хорошая, да, вроде нормально все, вот. А если я ему говорю, что смотри, ты тем самым участвуешь в этом процессе, ты получаешь определенные свои блага при развитии этой технологии, в процессе этого развития, то это совсем другой подход, и он значительно усиливает отношения, или, скажем, дает лучшие основания человеку относиться более конструктивно к этому проекту. И самое главное, о дивидендах. Ко мне поступило много сигналов, что, вот, Владимир, что вы рассказываете о дивидендах, я не совсем одно понял, я не совсем поняла другое, значит, расскажите еще раз, может быть, недоходчивая схема, я обещаю, что я переделал эту схему, она будет абсолютно доходчива уже в субботу, по всей вероятности, да, может быть, значит, ну, на следующий раз она будет, вот. Вот, что такое дивиденды? Есть разные подходы, но давайте разберем на одном примере. Смотрите, на 60 миллиардов долларов акций, помните, да, сколько у нас там? 60 миллиардов долларов акций. Чтобы я получил дивиденды, эти деньги должны накопиться каким-то, или прийти каким-то путем в акционерное общество, владельцем акций, которого я являюсь. Таким образом, таким образом, одна акция является один доллар, это 60 миллиардов долларов, и столько же акций, 60 миллиардов акций. Чтобы получить один цент дивидендов на одну акцию, да, это одну сотую, на один доллар. Что для этого нужно? Очень простой расчет. Нужно 600 миллионов долларов всего лишь. 60 миллиардов, 600 миллионов. Вот столько должно упасть в кассу Евразин, Релсковей, Системс Холдинга. Откуда они упадут? Откуда они могут упасть? Только из GTI. Вот из этой компании. А ради чего, или почему они могут упасть? Только лишь потому, что эта компания, когда учреждала Евразин Релсковей Системс Холдинг, она внесла не деньги сюда, в акционерный капитал, а она сказала, в регистрационном столе, или там, где она регистрировала ее, сказала, что у меня есть акции, вот здесь 15%, я их вкладываю сюда. Это привилегированные, как вы помните, акции, которые обеспечивают 20% отчисление от доходов, от прибыли на дивиденды. Обязательное отчисление, в первую очередь, прежде чем будет происходить остальное другое. Вот это. Это 20%, видите? Доллар на привилегированные акции, но чтобы получить 20%, сколько должно в GTI упасть, денег, в GTI должно быть 300 миллиарда долларов прибыли. А когда она откладывает 20% от этой прибыли, отдает Евразии, с остальным делает то, что вещает акционера, той GTI, Global Transport Investment. А это отдай и не греши. Для этого, а что нужно сделать Global Transport Investment и всей системе? Для этого нужно выполнить заказов на 30 миллиардов. При каких условиях? Допустим, что у нас прибыльность всех проектов не менее 10%, а больше. Мы берем просто 10%. Чтобы получить 30 миллиардов прибыли, нужно объем оборота или объем работ на 30 миллиардов. 3 миллиарда, 30 миллиардов. С прибыльностью в 10%. Реально это или нет? Да, реально. Сколько нужно построить или продать? Как минимум. Я просто так тупо разбил на 3 объекта по 10 миллиардов. Логично? Логично. Это в сумме дает 30 миллиардов. Вот они 30 миллиардов. Теперь, а что за этим стоит? Откуда они могут возникнуть? Смотрите, один километр это порядка 10 миллионов. Возьмем так, это, скажем, больше, меньше, городские трассы и так далее. Сложные трассы. Их может быть больше. Это 3 тысячи километров надо построить. Скорость строительства одного километра в один день. Это мы неоднократно услышали. Но одного километра просто в одной бригаде. Но строить-то можно по модульному принципу разбить 100 километров, тысячу километров, разбить на энное количество, на 100, на тысячу модулей и в один день строить всем. Понимаете? То есть работы будет очень много. Но реально, дорогие друзья, реально получить, а что такое получить один дивиденд, один цент дивидендов на одну акцию? Как это взвешивается? Это значит, что если у меня или у тебя или у вас есть акции на 1 миллион, на 1 миллион, да, акций, вы уже столько проинвестировали, уже у вас пакет миллион, то вы гарантированно получите, вот при таком раскладе, получите 10 тысяч долларов дивидендов за год или за этот год, который компания или группа компаний сработала вот таким образом. Реально? Абсолютно реально. Поэтому, когда вы думаете, выстраиваете стратегию своих инвестиций, да, если это стратегия, я сегодня купил, затихарился, положил куда-то эти акции, условно говоря, да, оставил и жду, сижу и жду, когда они пойдут на рынок и начнут продавать. И хочу продать, это один подход, он не самый грамотный, если кто слушает, а большинство из вас слушает Тарасова, послушайте еще, если кто-то не услышал, абсолютно рациональный иметь определенный объем пакета акций, пока есть такая возможность. Смотрите, какие дисконты и так далее, и так далее. Да, когда уже выйдет, когда уже начнется на бирже торговля, тогда и один к одному будет выгодно покупать в расчете на то, что мы тогда уже абсолютно убедимся в том, что динамика была 1 к 100, то есть, или 1 к 300, или 1 к 600, если вы помните, в декабре прошлого года, да, то есть, я инвестировал в 1 доллар и получил акции на 600 долларов. А, будет ситуация, когда инвестировал в 1 доллар и получил акцию в 1 доллар. И таким образом будет тоже выгодно, потому что я вижу, какая динамика развития проекта произошла, и я тут точно почувствую, что я не промахнулся, я в правильном месте, в правильное время купил какое-то... А правильно ли количество? Если купил 100 тысяч, ну да, тоже правильно, продай, купи там, посиди, обожди, когда там сильно вырастет, сильно пойдут. Это займет 3, 5, 8 лет, когда пойдут очень большие дивиденды, а дивиденды, они зависят от суммы акций. Я вам привел пример. Миллион акций у меня пакет, 1 цент на 1 акцию дивиденды, 10 тысяч долларов в год. Абсолютно нормально. То есть, надо думать о том, чтобы пакета и моя стратегия инвестирования была какова, чтобы я успел... Спешить не надо. Это я вам не призываю к тому, что теперь надо бежать куда-то, спешить, так, чтобы стратегия была правильно выстроена. Как мне вчера один инвестор в Нарве сказал, мы уже своей семьей 40 миллионов набрали. Я говорю, как это вы так успели? Мы очень правильно инвестируем. Мы смотрим, у нас есть структура, мы собираем, как бы работаем со структурой, получаем средства, мы их не выдергиваем, мы их тут же вкладываем и таким образом наши дивиденды, извиняюсь, наши активы растут. И правильно, абсолютно правильно. А что это мешает кому-то другому сделать? Или кто-то надеется на то, что будет какая-то большая пенсия или откуда-то упадет большая зарплата, дорогие друзья. Почему не пользоваться этим ресурсом, который выпадает один раз в то лет, как уже неоднократно говорилось, один раз может быть 200 лет. Понимаете? Поэтому здесь есть абсолютный резон. А если вернуться обратно к рискам, риски сегодня уже не риски денежные или финансовые, а риски скорее временные. Какие это риски? В чем риск? Мы с вами в ближайшее время пройдем, я вот составлю так называемую схему свод-анализа, я о ней уже говорил, я обещал ее давно вам показать, но все никак руки не доходит. Свод-анализ, то есть преимущества, недостатки, значит, опасности и возможности, которые рассматриваются. Такой квадрат рисуется, и вот мы с вами по нему просмотрим. Так вот, если анализировать, то в основном опасность в том, что может что-то по времени передвинуться дальше, что-то, допустим, не через месяц, а через два или через полтора и так далее. А то, что не состоится технология, это специалисты проанализировали и мне достоверно сказали, что мы абсолютно не боимся, все технологические решения абсолютно реальны. Я спрашиваю, а почему? Обоснуйте. Они говорят, а дело в том, что гений Юницкого и его команды в том, что он придумал, скажем так, он создал так называемое произведение из тех же красок, как художники. Вот вроде бы все краски у одних и тех же художников, краски все одни и те же. Но вот вопрос в том, как эти краски скомбинированы, как построен этюдный план, как они наложены и так далее. Точно так и здесь. Рельс транспортом в университете в одном мне говорят, что тут ничего по-моему нет. Ну вот как вот он додумался в рельс встроить вот этот мантовый метод. Это просто гениально. Но это надо еще уметь и сделать. Понимаете, все догадываются, но вот не могут это сделать. Но для этого понадобилось десятилетия, пока производились испытания. Это же не просто так. Зил где-то там в озерах бегал, какие-то замерения где-то делались. Понимаете, то, что мы видим с вами на слайдах, на фотографиях, это все годы десятилетия кропотливого труда, раздумий, разработок, расчетов. Не просто юницкие, как вот, вы знаете, как из рукава расчеты на доске выстреливают. Это же ежедневный труд, и поэтому это все как бы риски здесь не в том, что это не сработает. Вопрос только в том, что над чем-то придется еще, может быть, поработать недельку, может быть, месяц и так далее. Понимаете, да? То, чтобы не состоялась технология, это практически исключено. Поэтому нам это важно сегодня знать, когда мы говорим о дивидендах. Ну вот, я пока не благодарю вас за внимание. Я хочу еще пару вещей сегодня обсудить. Это мы не будем сегодня рассматривать. так, давайте посмотрим по самой технологии. Я думаю так, что я не буду повторять то, что говорят все специалисты. Эти технологии вы можете на разных вебинарах услышать, про мотор-колесо. Это не тема нашего сегодняшнего разговора, но здесь я бы хотел еще раз вас как бы обратить ваше внимание на тех аргументах, которые, на мой взгляд, являются существенными. Первое. Это решение Министерства транспорта России. Какое бы оно ни было, как бы к России ни относились в Европе, в мире и так далее, оно есть. Это мощное государство, мощная держава, это министерство, не какое-то карликовое министерство, это серьезное министерство, это мощная машина бюрократии, и тем не менее она проглотила этот проект, и это серьезно, как мне сказали, мы понимаем, что одно дело защитить в министерстве какой-нибудь Эстонии, там Латвии, не знаю, там Украины проект, то же самое Франции, и совсем другое дело, это Министерство транспорта России в экспертном совете, где каждый умнее другого минимум в 10 раз, понимаете, это аргумент людей, которые слушают, это то, что в Австралии этот процесс идет, здесь серьезные компании подключились, тоже аргумент, что еще лучше, есть схема, есть все реально, газеты обо всем об этом пишут, ничего, даже есть инвестор, который позвонил в Австралию, сказал, спросил, слушайте, у вас там было, он говорит, да, прислали даже скрины с газет, он говорит, да, ты смотри, правильно, есть такие недоверчивые люди, то есть проверяют, это хорошо, это говорит о том, что люди очень серьезно присматриваются, но перепроверяют, перепроверяют, дальше, значит, смотрите, что я еще хотел вам сказать, не туда я ткну, так, 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 там, сейчас, пакет, вот, значит, на закуску, сегодня, для начала и формирования путевой карты проекта следует предусмотреть ряд предпроектных работ, я обращаюсь обратно к этому, что вам, ну, по всей вероятности, многие, вы понимаете, ведь вопрос вот в чем, что одно дело, я строю свой бизнес, есть такая возможность, и это грех этим не воспользоваться, я строю свою определенную структуру до какого-то момента, да, докуда у меня есть компетенции, есть желания, есть умения, вот, эта структура, я обеспечу этой структуре информацию, я с ней работаю, люди получают, передают эту информацию дальше, создают благое дело, передавая всем возможность участвовать в проекте, ну, соответственно, я получаю за это определенные бонусы, и я их использую для того, чтобы, как бы, на эти бонусы не вытаскивать, как мы уже говорили, эти деньги, а, или средства, полученные бонусно, а, направляю их опять в инвестиции, но совсем другая возможность, а почему бы мне не применить свои компетенции и к проектам, и, первоначально этот вебинар так и предполагался, и мы к этому идем, только вот, должно определенная, определенная ситуация созреть, и мы готовимся, мы в ближайшее время, в ближайшее время уже, друзья, мы сможем с вами перейти к более такому, как бы, направленному обучению, ведению проектов, вот, мы пока не получили на это разрешение, вот, и первый шаг, но готовиться надо, первый шаг, это подписание соглашения о сотрудничестве, помните, что произошло там, в Австралии, да, с австралицем, что было первым, соглашение подписали, первым делом, но к этому надо созреть, оно же, не с потолка упадет, это соглашение, правильно, очень большую работу провел Юницкий, Анатолий Эдуардович, КБ, они подготовились, встретили абсолютно незнакомого человека, Рода Хука, в августе месяце прошлого года, абсолютно незнакомого человека, который приехал просто так прогуляться, посмотреть, чего там такого, значит, в Белоруссии сотворили, он уехал, что он сделал, он подготовился, он провел ряд работ, подписал соглашение о сотрудничестве, где указывается существо транспортной проблемы, первоначально ее не было, там было обозначено первоначально вообще решение транспортных проблем, в рамках определенного штата Аделаида, которого предстоит решить предполагаемой цели, он уехал обратно, и стал смотреть, и пришел к выводу, что надо начинать с чего-то стартового, или так называемого, как бы, иниционного, через что можно инициировать, понятно, да? И вот нашли университет, нашли, как создать схему финансирования, да, там непростая сумма, кто-то, может быть, заметил, что 500 метров 13 миллионов, но, извините меня, вы же видели, через какие дебри прорывается эта трасса, 500 метров, она поднимается, там, по-моему, было от 5 до 25 метров по высоте, должна пройти, то есть подписывать соглашение, в котором вот это все, которую предстоит решить, и предполагаемые цели, тогда можно идти уже, и договариваться с КБ, и говорить, что да, с одной стороны, есть заинтересованный, с другой стороны, есть такой проект. Обозначаются возможные исходные условия данной прилагаемого плану действий по подготовке проведения аванпроекта. Описываются предполагаемые источники финансирования и организационная схема. Это первый шаг, как минимум. Организационная схема даже может быть сразу и не ясна, она проясняется в процессе переговоров, но вы видели, вот она организационная схема, которую мы с вами смотрели, вот здесь, она там была, вот она, в принципе, это организационная схема, но в целом она здесь. Путался я, не туда зашел, сейчас, одну минутку, сейчас мы еще дальше, а скорее тихо, вот здесь, вот она здесь, видите, это такой элемент организационной схемы, она здесь есть, да, вот, и поэтому это все необходимые вещи. Дальше идем. Второй шаг, создается рабочая группа, а помните дом, Скайвей, да, строительство дома Скайвей? Создаются команды, это и есть рабочая группа. Формируется схема финансирования предпроектных работ и создания аванпроекта. Получает, как бы, получает заказ, начинается, а что сейчас делает? Что сейчас делает КБ? Она сейчас и делает, готовы, готовить документы для того, чтобы их передать, пропроектировать, немножко она больше, уже дальше ушло от аванпроекта, но тем не менее, там такая часть должна быть. Я точно не знаю, но я уверен, что она там есть. Заключается договор с конструкторским бюро о разработке аванпроекта и бизнес-плана реализации проекта, который там можно делать совместно и так далее. Подготавливается обоснование инвестиционной привлекательности проекта. Обе команды, или в целом уже команда, по той организационной схеме, занимается этими вопросами. То есть, все, как говорится, по нотам. Поэтому рекомендую время от времени об этом вспоминать. Есть ли какие-то вопросы? Я извиняюсь, я так заговорился сегодня, соскучился по вам. Вот, всем привет. Есть ли у вас какие-то вопросы? Сегодня здесь я не видел. Со мной есть люди в Казахстане. Ну вот и все, Людмила Актыба. Есть ли у вас вопросы по всему тому, о чем я сейчас говорил? Друзья, дайте знать сюда. Не вижу. Так, спасибо огромное, за интересные игры. Так, спасибо. Спасибо вам за обратную связь, Тамара. У меня еще такой вопрос к вам, ко всем. Вы знаете, не ленитесь, дорогие друзья. Проявите свою активность, социальную, просто человеческую активность. И не стесняйтесь. Напишите в чате, который есть. Практически большинство из вас является, кто не является еще, тогда, пожалуйста, подключайтесь. Пишите мне на мой, на мой email. Кто хочет подключиться к чату, и сегодня, сегодня здесь нету, я вам просто дам сейчас свой адрес скайпа. Вот он, мой адрес скайпа. Напишите туда, я вас подключу. И задавайте вопросы. Тем самым, вы будете больше участвовать в этом процессе, и мы тогда сможем более направленно работать в этом направлении. Я, если есть, нет, пока нету, да? Тогда, а, что было интересно у вашей поездки? Ну, вы знаете, в моей поездке самым интересным, конечно, было то, что я убедился, что озеро Байкау существует. Там очень много, оно существует, ну, это ясно, что оно существует, оно будет существовать, там много проводится сейчас все-таки работ, связанных с тем, чтобы сохранить его. И это естественно, ЮНЕСКО тоже следит за этим. Россия сделала много, целого за бумажный комбинат закрыли, самый основной, да? Возникли, правда, там социальные проблемы, потому что это было комбинат и город, который там был, они являются единой системой. Это все не так просто. Вот. Но большой проблемой, я уже говорил вначале, это интересно, это и радостно, но с другой стороны, это и печально, что там транспорт абсолютно никакой. Вы знаете, дороги, дороги, значит, подъезда из Иркутска, ближе к Байкалу, вот, кустью Ангары, они настолько, значит, требуют еще развития, ехать надо там на автомобильном транспорте. Есть, правда, построенные итальянцами, под руководством итальянских инженеров, и даже, как сказали, итальянских строителей, так называемая, это Байкальская железная дорога, там, или около Байкальская. Вот. Но она активно не используется сейчас, потому что у нее там нету надлежащего выхода и надлежащего решения. Вот. Там масса есть различных возможностей. Туризм очень сильно там развивается, но затруднены вот передвижения людей. Когда мы ездили на, меня возили на остров Ольхон, если кто знает, это большой, самый большой остров там. Вот. Там практически вообще дорог нету. Там хорошо, если там может быть 5 километров дорог было. Этот остров, он длиной порядка, 25 километров, что ли. Вот. Или 60 даже километров, я могу сейчас соврать. Но суть не в этом. Достаточно большой остров, а дорог там нет. Это вазики какие-то там ездят, и это, скажем так, как американский город, это ничто, посрать не везти с тем, как там эти машины ездят. Вот. Поэтому там решений очень много, и я вижу, что Skyway там тоже очень нужен. Но вопрос в том, как это все профинансировать, как инвестиционную привлекательность, пару идей там у людей возникло. МЧС. Я общался там со специалистами МЧС, которые следят за тем, чтобы как бы организовать туристов более нормально, и не позволять. Леса горят на одном берегу. Там, где есть леса, очень дымно было. У Малого моря Байкальского, где мы были. Вот. То есть резерв большой есть, дорогие друзья. Вот. Для туризма. Больше такого особо интересного там еще не было. Были беседы. Я передал информацию. То есть зерна разбросаны. Ждем обратной информации. То есть не пропадет наш скорбь и труд, как говорится. Строй Skyway, спасай планету, как говорит наш уважаемый, значит, ведущий всех информационных программ Михаил. Я желаю вам, дорогие друзья, удачи. Не быть пассивными. Боже упаси. Мы с вами пришли в этот мир, оказались в это непростое время не случайно. Перед нами миссия. И за вами, и за нами, и за мной только лишь задача. Правильно эту миссию осознать, включиться и быть самим как бы довольными и самодостаточными и желать, чтобы мир был аналогичный. Успеха вам, вашим семьям. Всего вам доброго. До следующей встречи. Немножко тема будет изменена. На следующую встречу вы увидите это из объявлений. Приглашайте людей. Приходите сами. До встречи. Всего доброго. Продолжение следует. Продолжение следует...